Ассаламу алейкум араматуллахи ва баракату. Очередное чудовищное преступление произошло в Чечне. Преступление власти против человека. В селении Новые Атаги 30 мая 2019 года был тяжело ранен местный житель, молодой парень Абубакар Габанукаев, 95 года рождения. В результате этого ранения он потерял ногу, ему ампутировали ногу выше колена. Он получил огнестрельное ранение из автомата Калашникова калибра 5.45, а огонь открыл сотрудник кадыровской полиции. Расскажу, как это было. Абубакар Габанукаев вместе со своим другом по имени Сейдер, они услышали, как их сосед, молодой парень, взывает о помощи. Они выбежали и увидели людей в гражданской форме, в гражданке, с оружием в руках, которые пытались похитить их соседа. Абубакар вместе со своим другом Сейдером решили воспрепятствовать этому похищению. Они стали спрашивать, вы кто и почему вы пытаетесь этого человека похитить. На что похитители в резкой форме матом выругались в сторону Абубакара и его товарища. Произошел словесный конфликт, в результате которого этот, как потом оказалось сотрудник полиции, сказал, что он откроет огонь. На что Абубакар предложил ему открыть огонь, если он мужчина. И сотрудник полиции, видите ли, решил таким образом доказать, что он мужчина, и открыл огонь на поражение. Он ранил Абубакара в ногу, в пах, в живот, повредил ему селезенку. Также касательное ранение получил и его товарищ Сейдер. После этого Абубакар еще долгое время лежал и стекал кровью, его не давали увезти в больницу. Когда он в конце концов все-таки попал в больницу, врачи не могли остановить кровь, он и так потерял много крови. Приняли решение, что нужно ампутировать ногу. И сейчас этот молодой, крепкий, здоровый парень потерял свою здоровую ногу из-за того, что какой-то сотрудник полиции решил доказать таким образом, что он мужчина. По моей предварительной, пока еще не проверенной информации, стрелявшим является лейтенант полиции Бек Султанов Магомед Шамханович, 85-го года рождения. Он сотрудник МРО номер 3 Управления наркоконтроля МВД по Чеченской Республике. Эта информация пока не проверена, я подчеркиваю. Об этой ситуации нам, конечно, не расскажут по ЧГТРК грязной, а если даже и расскажут, то сделают это со своего ракурса. Поэтому я рассказываю вам о том, как на самом деле обстоят дела. Произошедшее это вопиющий случай, разумеется, его нельзя просто так спустить на тормозах. Поэтому в это дело, конечно же, вмешалась власть в лице Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров вчера собрал у себя всех свидетелей данного происшествия и поинтересовался у них, как обстояли дела. Ему рассказали ситуацию, и когда объяснили, что тот открыл огонь после слов «Стреляй, если ты мужчина», Рамзан Кадыров вынес вердикт, что виновником данной ситуации является Абубакар, которого ранили, который потерял ногу. Дескать, он сам его спровоцировал этими словами «Стреляй, если ты мужчина». Если кто не понял, это значит, что любой человек может подойти к полицейскому и сказать ему «Стреляй в меня, если ты мужчина», и после этого этот полицейский обязан будет открыть огонь, чтобы доказать, что он мужчина. А Рамзан Кадыров вынесет вердикт, что он абсолютно прав. Вы сами его спровоцировали. По информации, располагаемой мной на данный момент, на момент записи этого видео, в отношении этих двух ребят, Абубакара и Сейдера, уже возбуждено уголовное дело по статье «Сопротивление нападения на сотрудников полиции». И ведется розыск Сейдера, второго парня, который был вместе с Абубакаром, который получил легкое касательное ранение. Да, он пока еще не в их руках, не в их преступных кадыровских руках, но, возможно, это дело времени, и поэтому сейчас очень важно обратить внимание на эту ситуацию. Я заметил, что нигде в СМИ об этом ничего не упоминается. Я прошу правозащитников, порядочные СМИ, обратить внимание на данный чудовищный, вопиющий случай, на это преступление кадыровцев против этих ребят. Давайте как-нибудь попытаемся помочь этим ребятам. Ногу Абубакара уже не вернуть. Молодой, полный сил, здоровый парень в один момент стал инвалидом, из-за того, что какой-то кадыровский преступник решил таким образом доказать, что он мужчина. И кадыровская власть теперь делает из этого преступника героя, а из Абубакара и его товарища делают преступников. Но придет время, иншаллах, когда за эту потерянную ногу придется ответить своей ногой. И мы просим Аллаха, чтобы он ускорил наступление этого времени. Мы просим Аллаха, чтобы он исцелил Абубакара полным исцелением и даровал ему и его близким терпение, чтобы преодолеть это испытание. И вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Субтитры сделал DimaTorzok